Здравствуйте, с вами Корнев Антон, основатель юридического агентства «Корнев и партнеры». Сегодня мы поговорим о том, что у свидетеля тоже есть свои права и обязанности. Конкретно, о ограничении его выезда за границу. Статус свидетеля подразумевает, что вы необвиняемый, и к вам не применяется мера пресечения. Как то, подписка о невыезде, домашний арест. Это значит, что свидетель имеет право свободно передвигаться без всяких ограничений. Есть одно «но». Оказывается, если свидетель очень нужен нашим органам дознания, но при этом он по каким-то причинам не является на допрос и не реагирует на вызовы органов дознания, в отношении него можно применить такую меру пресечения, назовемую условно мерой пресечения, как привод. Что такое привод? Это когда вам дважды доставили повестку, причем не лично вам, этого не требует закон, а доставили по месту прописки, вашей регистрации. Неважно, кто там проживает, им вручили. Этого достаточно. Дальше вставляется привод. Фактически, если его правильно применять, то это в том числе некий запрет на передвижение. Объясню, почему. Именно некий. Как обычно это происходит? Оперативные сотрудники мониторят все вокзалы, железнодорожные и авиа. Понимают, когда вы покупаете билет, например. Информация об этом выскакивает, потому что билеты у нас, как все знают, покупаются по паспорту. И ровно в тот момент, когда вы садитесь в самолет, либо в поезд, они приходят и забирают вас, для того, чтобы доставить к следователю для проведения следственных действий. То, что у вас горят путевки, то, что у вас пропадет билет, никого не интересует. Вы были уведомлены не единожды. Вас спросили по-хорошему. Вы не являлись. У вас, как у гражданина, есть обязанность появиться в органе дознания, если он вас вызвал. И именно эту обязанность вы не выполняете, поэтому вам помогает. Оговорюсь. Никаких наручников, никаких силовых методов быть не может. У вас очень настойчиво. И, как правило, именно когда вы будете садиться в поезд или в самолет, это очень эффективно, вас встретят и проведут, доставят к следователю для проведения допроса. Чтобы этого избежать, пожалуйста, не игнорируйте поездки, общайтесь со следователем, объясняйте причины, по которым вы не можете приехать, либо поручите это адвокату. Если вам было полезно, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал на всякий случай. Всего доброго, с вами был Корнев.